Какое имущество не подлежит аресту судебными приставами? Большинство людей, поверхностно владеющих информацией относительно имущественной темы, уверены, что основной объект, не попадающий под описание судебными приставами, представляет единственное жилье. Когда кто-то, уже напрямую сталкиваясь с данной проблемой, желает получить информацию по поводу того, на какое принадлежащее ему имущество. Нельзя наложить арест, выясняется, что закон предоставляет возможность оставить во владении гораздо больше предметов личной собственности. К тому же утверждение, что арест жилья, которое является единственным для проживания, считается незаконным, по факту неверно. Существует положение, согласно которому такое жилье, упомянутое в договоре как объект обеспечения под кредитный заим, может подпасть. Под арест в случае невыплаты задолженностей. Схожее положение существует и в отношении земельного участка. Законодательство. Сфера законов РФ охватывает свод актов, где рассматриваются положения по наложению ареста на имущество граждан и организаций. В 2018 году такими актами являются ГБК, Гражданско-процессуальный кодекс, и законы федерального значения номер 118 и 229. Последний федеральный закон непосредственно связан с вопросами, относящимися к деятельности судебных приставов. По закону судебные органы могут арестовать конкретную собственность, принадлежащую должнику. Приставы со своей стороны могут получить от судебных органов право применять ограничительные меры к собственности отвечика. Должника лишают возможности использовать по своему усмотрению личные вещи, недвижимость, различные счета, состояние в ценных бумагах, средства для передвижения, арест имущества. Те же юридические и процессуальные акты определяют перечень материальных предметов, попадающих под ограничительные меры в случае непогашения банковской задолженности. Под соответствующую категорию предметов недвижимости подпадают те из них, использование которых не вправе ограничить ни суд, ни приставы. Важно! У приставов есть право на арест имущества, принадлежащего тому человеку, который числится должником. В качестве доказательств его принадлежности к данной категории служат заключенные с банками договоры, иные подписанные им лично документы. Чего не может лишиться должник? Список того, что приставы не будут арестовывать, довольно обширен. Арест машины. Недвижимость. Жилье, квартира или дачный участок, где расположена частная жилая постройка, дом, не подпадают под категорию. Объектов судебного ареста, когда они выступают в виде единственного места проживания человека. Говоря о долевом владении, приводят иные аргументы. Но смысл остается тот же. Если право на жилье есть сразу у нескольких человек, то ограничение владения одной из долей владения имуществом с привлечением судебных приставов невозможно. Внимание! Свободно распоряжаться единственными жилыми сооружениями можно, если те не заложены в качестве обеспечения банковского кредита. Движимое имущество. Инвалидные коляски и другие движущиеся средства, предназначенные для людей, не способных передвигаться обычным способом. Доходы. Доходы или иначе финансовые средства, идущие на поддержание жизни человека, его детей, не входят в перечень объектов, доступных для наложения ограничения пользования судебными приставами. Сюда можно отнести Компенсирование причиненного вреда здоровью Выплату за ранение или гибель в период прохождения службы Пособия Выдаваемые в связи с потерей кормильца Алименты, выплачиваемые на детей Выплаты детских пособий по уходу за нетрудоспособными Гражданами Предоставление от государства гуманитарной помощи Важно Всегда необходимо иметь в наличии для своевременного предоставления приставам документы, подтверждающие вид доходов, если те должны Сохраниться в правах владельца Личные вещи В отношении личных вещей проводится распределение на персональные, необходимые для человека, и не попадающие под данное определение К персональным вещам относят обувь, предметы одежды, продукты для приготовления еды и средства для соблюдения личной гигиены Вещи могут иметь разную стоимость, но для предъявления постановления на арест это не имеет большого значения Даже дорогостоящий костюм не подпадает под определение арестованной, поскольку является предметом одежды Приставы пришли к должнику Аресту подлежат вещи, относящиеся к предметам роскоши и драгоценности, когда их общая цена соразмерна долгу Как поступить, если приставы превышают свои полномочия? Иногда приставы-исполнители недобросовестно выполняют свою работу, они спешат включить в опись то, что характеризуется как имущество На которое не может быть наложен арест В подобных ситуациях страдают люди, не обладающие нужными знаниями и поэтому не подвергающие сомнению действия приставов Есть несколько способов, которые должник может и должен использовать, чтобы чувствовать более уверенно Необходимо получить консультацию у юриста Сомнения или уверенность в незаконных действиях приставов должны стать поводом для подачи иска в суд В связи с обращением будет назначена экспертиза, которая определит окончательную цену Незаконно изъятые средства, вещи, предметы, объекты будут возвращены Особенности ведения исполнительного производства Закон предусматривает общие правила для проведения исполнительного производства как при взыскании с физических лиц, так и с юридических Соответствующая исполнительная документация на имущество оформляется как на частных владельцев, так и на организации Сроки проведения исполнительных действий ограничены двумя месяцами, согласно части 1 статьи 13 ФЗ Законом обозначены действия по защите интересов должников, касающиеся времени проведения исполнительных процедур Приставы не могут беспокоить своим приходом в нерабочие дни в период с 22 часов ровно до 6 часов ровно, за исключением особых случаев, определенных конкретными статьями Возбудить делопроизводство может пристав-исполнитель с помощью соответствующего постановления При этом в соответствии со статьей 9 частью 1 он может сделать это, если период предъявления претензий, прописанных в исполнительном документе, не истек Постановление о наложении ареста На вынесение постановления выделяется 3 дня, начиная с момента получения приставом соответствующего документа Для должников установлен срок добровольного исполнения требований, не превышающий 5 дней За это время ответчик может собрать необходимые бумаги на имущество, по разным причинам не подлежащие аресту судебными приставами Как только вышеозначенный срок истекает, приставы могут на законных основаниях приступать к исполнительным действиям Как можно минимизировать потери? Желая минимизировать потери или оспаривая действия судебных приставов, должники обращаются в судебные органы со встречным иском В определенном случае, когда цена имущественных предметов превышает 30 тысяч рублей, к переоценке стоимости подключается независимый оценщик Его услуги обязаны платить должник Одна из сторон супружеской пары вправе потребовать возврата доли имущества, поскольку не является виновником неуплаты долга Еще один вполне законный ход по снижению объема удержаний – предъявление факта нахождения в сложном материальном положении Важно! Препятствие работе приставов карается административной и уголовной ответственностью Соответствующее положение содержит Уголовный административный кодексы Знание о том, на что можно сохранить свои права владения в ситуации, когда приставы пришли описывать имущество, поможет в борьбе с Работниками исполнительной службы, которые часто при описи действуют не по закону Знать, какое имущество не подлежит аресту судебными приставами, полезно, трудно предугадать, как сложится жизнь Редактор субтитров А.Семкин